Он осквернён, а потом его заново осветить и только молиться о них. Так а почему так и сделали? Да меня не спросили. Меня хотели избрать патриархом пять человек, но мало оказалось. Так, слушаю, Богоси. Погромче, ты встилёшься. Я плохо слышу по этому. Ничего, я погромче скажу вам. Евангелие, трёхтомник, толковое Евангелие. Новый Завет весь. Чем отличается от вашего? Ничем не отличается. Блаженный Хофилар, его продают, патриархии издали. Но у меня, которые места говорят о Слове Божьем, а они выделены крупным. И к ним ещё под моим... И Л написано, что об этом Серафим сказал. Что он не мог в XI веке знать Серафима, что он кроштатский. Я делаю маленькие такие комментарии. Ещё один вопрос. Простите, пожалуйста, если я повторюсь. Мне хотелось бы знать, какое ваше духовное образование? В школах учиться? Нет, нет. Сколько я учился, недавно вначале подсчитываю, 10 университетов надо было кончить. 10. А учиться я не учился. Я профессиональный техник, строитель, прораб. Учился на штурмах, плавания дальнего. Но это... Я самостоятельно всё занимался. Вот жития святых, вот на сайте, мной никто ещё не насчитал. 12 томов. 12 томов Златоуста насчитал, теперь они в эфире звучат везде. Библия. Памятью вас богатая. Я просто очень-очень люблю Бога моего. Меня никто не заставлял платить десятину одну. Я решил девять платить. Почему? Я люблю Бога. Я-то для Бога всё делаю. И Бог мне даёт такой заработок. Вот я печеньком была, печеньки... Ну, делает печку там за три дня. А я за день две выкладывал до трубы. Я перекура ни одного в жизни не имел. Я просто неукротимый был в работе. У меня 280, 300 процентов 300 было на первом месте. Для храма, вот я в деревне проживаю, для храма можно приобрести Ваше Евангелие? Приобрести вот оно в сумке. Сколько оно стоит? Три томок, полторы тысячи. Полторы тысячи. Да, это в три раза дешевле её стоимости. Я вам доплачу. Пожалуйста. Мы, если бы был ваш храм здесь, и была при храме библиотека, я бы подарил на 12 тысяч. Все 38 клик. Если бы было здесь. Поэтому мы идем по храму. Если есть там библиотека, ну, батюшка выписывает у меня бумагу, штамп поставил, расписался. И как только я её заложил, эту бумагу, к себе в папку, папку закрыл, всё, книги мне не принадлежат. Я коротко объясняю. Книги это не то, что некоторые библиотеки... Да нам не надо. У нас тут был Игнатий Бричанинов, мы его вернули, его никто не считает. Я говорю, это не об этом. Да все это одинаково. Я говорю, не об этом. Ну, вы же сказали, что православные. Но это не как только Богу молиться, там другое. Отдельная книга у меня о том, 300 поэтов России за 300 лет, что они сказали по определенной тематике. Вы понимаете, и поэты фотографии, сколько жили. 300 поэтов. Я выступал в литературном институте в Москве. Такой вопрос задавал, ни один поэт не может ответить. Ни один. Ну, допустим, какое участие поэты приняли в подготовке революции. Ну, я скажу, ну, назовите. Не учитель, никто не знает. Максимилиан Волошин говорит об этом так. Лауреат номерской премии Иван Бунин говорит об этом так. Мерешевский вот так. И на каждый вопрос, который мне в университетах задают, я отвечаю 6 поэтов. Следующий вопрос, опять 6 поэтов, ну, допустим, как помогали создать такую прочную семью. Какие поэты? Я сразу Никитин, Кольцов, Некрасов. И 6 поэтов. И между ними, что об этом говорит Библия? Без помощи, без материала Евгения Евтушенко, конечно, это не... Это 20 тысяч поэтов. Я должен был все время вот так вот просто молниеносно прокручивать и нужно стихотворение давать. Просто дал мне Бог памяти. Я мог с числа 6 рассказывать на память стихии. Давайте мы видим нашу церковь. Так. Мы есть предложение. Хотите сказать? Да. Андрей, поснимай. А? Поснимай. Просто это вот. Да, да. Почему? А давать в церковь? Ну, это просто вот соберем деньги. Так, вот что, смотрите. Я вам сейчас скажу. Не совсем я понял. Вот я вам дам визитку, что в вашей областной библиотеке все мои книги находятся в Томске. Кому дать это? Здесь наш сайт, наш телефон. Вот, пожалуйста. Так? Пожалуйста. Так, кому дать еще? В вашей областной Томской библиотеке. Эти книги находятся в центральной библиотеках. Тюмени, Омска, в Москве, Челябинске. Все города теперь имеют... Сюда еще. Все районы, центры. В конце этой недели все районы... Если вы закажете все, вот 38 книг, а они все у меня здесь. Это будет помощь. Вы сейчас собираетесь и берем деньги на это. Если ему нужно будет на библиотеке, я тоже пожертвую. Мы это нынче только в этих поездках пожертвовали. Ну, кое-что продали. Пожертвую на 2 миллиона. Уже. Так, кому дать? Здесь все сказано. Не нужно больше ничего. Ваша областная библиотека находится в цикле. Так, еще вопросы какие есть? А назовите, пожалуйста, третью ступень молитвы. Так, погромче. Третью ступень молитву. Назовите третью ступень молитву, я понимаю. Первая спросительная молитва. Не такой же. Благодарственная. А третья мы... Вот, простите, вот просто я другим занялся. Третья это словословие. Херувинская ступенька. Молитва трех спросительная. Мы очень благодарим вам. Вторая. Благодарение. И третья словословие. Когда мне ничего не надо. Слава Твою Сыну и Святому Духу. Аллилуйя. Слава Тебе Божию. Свят, свят, свят Господь Савову. Наполнивший землю славой Своей. Слава Вышне Богу на земле. Мир человека в этом молитве. Это третья херувинская ступенька. Это третья словословие. Как, допустим, в деле спасения тоже три ступени. Чтобы спастись, нужно три ступени пройти. Первая ступенька. Отвергнись в себя. Своё я, обида, амбиции, разобид. Возьми крест. Болезни, скорби, гонения. Благодарение. Ты им сказал, что ты за мной. Если кто хочет святых за крестом, а первым беденем прошло, он говорит, не достоин меня. Отвергнись в себя. Возьми крест, святый за мной. У Бога так всё просто. Но выполнить потребуется вся жизнь. И написано, переходите от веры в веру. Это не значит, что сегодня адвентин, завтра, бактин. Значит, ты в этой вере, у тебя не хватало веры. А теперь, ты за мной не выполнишь, ты не знаешь силу Божию. А много ли вас? Большинство там, где Бог. А один человек всю вселенную может поднять. И мы это знаем. Такие, как Иоанн Крестителя, апостол Павел. Потому что паруса его корабля надувает Дух Святой. И что вы не спросили, где и как только Господь не покинет, чтобы Дух Святой был на мне. Вот мы когда едем, допустим, благополучно город покинули. У меня последние дома, и мы сразу объявляем молитвы. Семь минут. Это Божья милости, три святоя и сто поклонов. Мы раньше было выходили из машины, расстилали палатку, становились и молились. А в конце поднимаем руки. Написано, мужик поднимает руки без гнева и сомнений. И говорим, Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых на небе и на земле. Господи, прими молитву всех, кто молится о нас во благо. И прими нашу молитву о тех, кто западал нам молиться. А после этого говорим, говори, Господи, Владыка, слушай, и тракт твой. И стоим несколько минут, внимательно слушаем, что Бог положит на сердце. Она внезапно, Бог полагает, вернует маршрут. И только вечности откроется. Почему? Мы не голосаем, не слышим ничего. Но каждая молитва заканчивается вниманием. Вот у нас в церкви такой порядок. Перед тем, как начать со службы, вот я староста, община, объявляем, встанем все для молитвы. Все встали, больные, не больные. И семь минут, семь минут. Полная мертвая тишина. Мы настраиваемся на молитву. Это написано было в молитвословии Алексея Первого, патриарх Алексея Первого. Не спешись, не борзись, там написано. Приведите чувство тишины, поблагодарить за неделю, за батюшку, чтобы его служение было огненным, несонным. И мы видим, как все меняется. Каждый раз мы ждем ответа от Бога. Мы вечером ложились спать в одном месте, а в обед у меня должна была встреча быть с митрополитом. Ну так, назначено. Встречи такие. Все, уже завтра мы встаем, идем в храм, молимся. И вот, а мы встаем всегда одинаково, 4.40. Это дома везде, такой распорядок. Скоро она встает, вы знаете. И вдруг я встал, и после молитвы, прямо на молитве, я встал, а тогда 5 человек нас в команде было, я говорю, уезжаем. Как уезжаем? Дорога Сергеевич, уезжаем немедленно и очень быстро, чтобы минуты нас здесь не было. Нужно торопиться, торопиться, а едем по горам, там с серпантином дорога вот так, дождь начался, ехать быстро нельзя, я подгоняю и подгоняю. Почему? Я не знаю. Я узнал, что надо выехать из города и ехать вперед. И вдруг в дороге сообщаем, в таком-то городе уже собрали людей и ждут нас. Мы на один час только опоздали. Уже все. И когда были там, проезжали, против съемки было освещение, да зачем снимать, да не надо. А когда приехали, у них уже аппаратура стоит, профессионалы все снимают. И мы опоздали всего лишь на час. Слишком далеко было, и дорогу ремонтировали, ну там задержат целые колонны. Все время нужно просить у Бога слышать голос Божий. Да будет воля твоя. А какая она воля-то? Ее надо узнать. Ехать или не ехать. А сейчас вообще люди не спрашивают. Думал, пошел. А что ты указал? Батюшка благослови. Я говорю, а куда ты благословил? Она сказала, уезжай. А зачем она уезжает? Я у одного сижу дома, ну а сын подошел, сын большой уже. Пап, благослови. Ну Бог благословит. Он сумку в руки. Я говорю, Андрюша, ты задержи сына, верни-ка его назад. Посмотри, что у него в сумке-то. Что-то у меня на душе нехорошо. А я говорю, ты знаешь что? Да нет, а как ты благословил-то? Ну-ка верни назад, крикнул. Сын неохотный идет. Открой сумку, пап. Ну зачем это? Ну открой. Он открыл, да, полная вина. Бутылки. А в семье вино не берут. Верующая глубоко, верующая семья. Ты куда пошел-то? А у них там сабантует. Да как же ты его благословляешь-то? Ты ему сумку благословляешь. Ты же неделя сумка стояла, ты к вам не сказал, бомбил и ни разу не поинтересовался. Это твое дитя. Пройдет немного времени, а сын заграбишь и сядет в тюрьму. Игнатий Тихонович, а вот расскажите из собственной жизни явление Божье, какое с вами было или нет? Ну какое было? Видеть я ни разу не видел. Я никогда ничего не видел. Так, и ни разу не слышал никакого голоса оттуда. Но, вот у меня сестра сестра родная, вот она, около батюшки. Это моя родная сестра, Эдокия Тихоновна. Мы жили на одной квартире, а на квартире на этой, в этой несчастье были. Дом только построили, как назвать, пятистенник-то. И муж на операцию, и его зарезали там. Неправильная операция. Сыну исполнилось 16 лет. Вон там башня какая висит, и там нужно было палубку снимать. Подняли, не закрепили, и машина пошла, и двоих сразу на сперс, ударили об асфальт. Второй сын в петлю лезет. Дочь уехала, вышла за офицера, и она одна в огромном доме. И сестра, я прихожу, как она говорит, я слышу, там по потолку кто-то ходит, шумы такие, все-таки. Немного прошло время, она уехала. И везде свет не зажигай, мысль такая, мысль. Я остался один. И вот на этот дом, а хозяйка уехала, холод. А у меня мысли. В это время я начал конспектировать, рукой переписывать златоусты. И вот я сижу, занимаюсь, и вдруг как что-то сзади подходит. Чувствую, я никого не вижу. Если потушишь свет, ты с ума сойдешь, бросишься в окно. Мысль. Я сразу тут же на колени становлюсь, пока жаром не обдаст. Все отступило. А сарай далекий, и там уголь. Свет зажжешь, пойдешь. Я решил нигде свет не зажигать. Все без света делать. Это неделю он на меня горячку гнал враг, и полная победа. По сегодняшний день нигде нет. Все. Он понял, ничего нет. Вот. Выключишь свет, а я нападу на тебя, сейчас буду душить там. Мысль такая. Я сразу выключаю, ложусь. 17-15 секунд, я уже уснул. Но один раз было такое. Иду с работы, а у меня ничего нет. Я как получал полочку, и сразу я раздавал. 10 рублей у меня на месяц уходило питание. По тем временам. А есть нечего. Думаю, как же так маленько не рассчитал. Хлеба нет, а работа тяжелая, бетонные работы, тачки катать на второй этаж. Пошел туда, а тут сугроб занесено. Ну, кое-как, ногами там отодвинул, дверь открываю, смотрю, стоит большая литровая кружка, закрыта большим ломтем хлеба. Я взял теплый компот. Я один, знакомых никого нет. Я переехал в этот город. От кого? Тем более, следа нет туда. Вы знаете, у меня мысль такая, как Павел Рокрой Ильи, ангел накормил ее. Я по сегодняшний день так и думаю, зайти нельзя, там сугроб. следа вообще нигде никакого нет. Но, кажется, вкуснее хлеба я не ел. Из-за того, что, может, я не ел, ну, да, главное, не замерзший, а на улице мороз такой был. Господь, ой, искушение какое пришло. Мне самому надо ехать и бабушка здесь. Я отдал ей тройку. Ну, еще, тройку отдал теперь. Вышел из очереди, вышел, стою, тройка в кармане. Я тогда заново билетом купил и по сегодняшний день считаю это чудо. Видите, оно маленькое такое, да ты забыл. Карманы пустые, я деньги свои знаю, у меня их не было. Это Бог делает так. И вот бывает самое большое чудо, когда новые люди, которые враждебны бывают, и они обращаются, делаются христианами. Это невообразимо. Кажется, небо сотрясается. На небе бывает радость, отвлекование. И объяснить это никак нельзя, ни грамотой моей, ни на, не то, что я так настойчиво говорил, это делает Бог. Вот в этих книгах моих 3467 моих стихотворений. Для людей это не говорит, много или мало. Это означает, что вместе Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Блок, так это будет меньше. И все по 9 куплетов. Примерно 80, положено на музыку. Я сегодня, когда их считаю, я никак не могу признать их своими. Они не мои. Настолько это выше моего интеллекта. Вот я иногда на молитве стою, молюсь, и вдруг мысль, я рядом бумага лежит, я возьму и запишу. Ну, на молитве не надо отвлекаться. Ну, прости, Господи. Ну, я мысль потеряю. Это она от Бога. Я записал. Но когда я уже помолюсь, теперь на эту строку у меня все 9 куплетов без помарки ложатся. Это надо просто увидеть, как это делается. Я вспоминал, такой был музыкант, Ивальди. Он был священником. И у него, когда эти фуги-то приходили писать-то где-то, а он служит в алтаве. И он в это время забывал, что литургию ведет. Он на бумагу начинает эти ноты выводить. На престоле. Это вообще вещь не видно. Ну, папе доложили. Ему грозит инквизиция. Папа подумал и говорит. А они эти поэты, там художники, они все тронутые. Поэтому не трожьте его. Благодаря разумному решению папы мы имеем сегодня прекрасное произведение духовного содержания от Ивальди. И поэтому сегодня сказать нельзя. Почему меня Бог посетил именно в этот момент? Вот у меня одно стихотворение, и я его забыл. Но звучат слова такие «Сушите сухари, уходим до зари». Дальше ничего не помню. Я запустил там в интернете уже книги стоят, они слеплены. Я нашел. Вот это стихотворение мое. «Сушите сухари, уходим до зари». Поход нелегкий и неблизкий будет. Тяжелый труд, что съел, перегорит. Без праздников, маящих только будни. И вдруг в нас через 9 лет воплотилась наша поездка. Тяжелые дни, ни праздников, ни будней. Мы просто летим, как на крыльях. И это было для моей жизни. Вот одно стихотворение по морской, как корабль на что-нибудь. И вот последний куплет такой, я вот часто считаю, когда мой корабль опрокинет пучину, а рот поперкнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. А есть одно стихотворение о моей биографии, как за мной гоняются, там, за мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что я мед акриды, а штаб-квартира избран в Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под реки. Враги с собаками, с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть я умер, отошел, не достигаем. И это как вот мгновение, как у меня все стихи написаны без единой помарки. Там строки меняют, у меня вообще этого нет. Я их написал, и бывает напротив каждой строки, даже в книгах, поставлено место, откуда взятое из Библии. 9 и 4, 36 строк, и 36 раз надо открыть Библию, чтобы понять, откуда эта мысль. И когда сегодня читают, видим в интернете, первый раз видим такие красивые стихи. То есть я не поэт, отнюдь. Но Бог позволил мне проповедь, выразить в стихах. Я вот это все изобразил. Там в книгах 1100 проповедей, я в разных храмах проповедовал. По полчаса почти каждое проповедь. я очень благодарен. на судный поезд. Сейчас. Сейчас. Возвращаем. У вас волен здесь. Мало того, объявил, правда, многие ушли, но вы можете им рассказать, что вот была встреча, мы не знаем, будет еще возможность приехать. у меня здесь вот живет родная сестра, вот это вот племянники. сейчас. Ну, если время, может, у кого-то хочет с кем-то прийти, может, на сегодня нам домой. Ну, скажи, нас наш время. А у тебя, сколько времени? Мы свободны, но где-то уже потемком, начнем загрузку делать. Мы закончили Кузбасс полностью. В каждом районе. Запружайте. Полностью. Да, да. 27 библиотек имеют, не считая, 11 храмов. 11 храмов, если я это... Семьерос области имеют полные наши храмы. С трех до шести. Можно? Я в вашем распоряжении. Хотят купить книги, трехтомник. Да, пожалуйста. Ага. Так. Там вам какие дать? Трехтомник? Трехтомник. Больше ничего, да? Евангелие. Но я даже не могу это сообразить, что еще можно взять. Без дачи, да? Да ну.